Здравствуйте! Я уже рассказывала о камелиях, но меня попросили снова рассказать и попытаться выяснить, почему же они не приживаются на наших балконах. Я сейчас ее помыла. В общем-то, делать этого сейчас не стоило. Но дело в том, что у нас строят дорогу, ломают, стоит белая пыль. Здесь не только растения, а все покрыто этой пылью. Ну, чуть-чуть я смыла. Так, эта камелия уже собирается зацветать. У нее есть как старые листья, которые опадут, так и новые. Новые листья нам показывают. Главная проблема всех растений, которые любят кислые почвы, здесь недостаток железа. Но это у многих растений, не только у камелии и горденеи. Я сегодня это увидела, уже дала подкормку. Посмотрим, насколько она ей поможет. Это камелия с нашего горного района. Плелен называется. Многие ездили туда отдыхать. Там очень-очень красиво. Простите, мне приходится наклоняться, и, возможно, трясется камера. Так, почему же камелии не выживают на наших балконах? Ну, первое, наверное, это то, что камелии не любят солнце. То есть, вот сейчас еще март, и уже ей не нравится. Я вижу по ней, что ей не нравится. Мне придется ее убрать куда-нибудь в более притененное место. А уж с апреля это святое дело. Камелии прекрасно переносят холод и довольно низкие температуры. Ничего с ними не случается. У нас их сажают даже в горных деревнях в северных районах. А температуры там опускаются. И минус 15 бывает, и минус 20. И вот растут во дворах. Правда, в земле, а не в горшках. Как я уже сказала, требуется, если вы видите, что начинается недостаток железа, требуется небольшая подкормка. Но не переусердствуйте с удобрениями и подкормками. Кстати, вот у нас продавали удобрения для таких растений, как камелия гордения. Вот оно мне совершенно не понравилось. Портится растение, абсолютно не годится. А вот обычная слабенькая доза удобрений для цветущих растений. Если бутоны на вашей камелии не раскрываются, то обязательно нужно дать удобрения для цветущих растений. Здесь она уже пошла у нас в рост, как вы видите. И это на всех веточках. Одновременно с бутонами. Но эта камелия зацветет чуть позже. А вот белая у меня уже зацвела. И мне нужно ее уже срочно переносить, потому что солнце очень яркое. И я вижу по ней, что ей совершенно-совершенно не нравится. Еще камелия не любит как пересушки, так и перелива. Если вы пересушиваете ваше растение, а потом обильно поливаете, многие корешочки, которые всасывающие, они погибают. И абсолютно нехорошая ситуация создается для растения. Потом обильный полив и загнивание корней. Вот эта камелия, видите, она раскрыла три цветочка, но уже начинают коричневеть. И еще большой враг камелии. Вот такие вот тарелочки специально сделала так, с водой. Или ваша камелия должна будет стоять без поддона. Или после полива обязательно слить воду, так как камелия не любит перелива и очень легко загнивают корни. Коричневение листьев. Это может быть солнечный ожог, может быть перелив. Первейшие признаки перелива. Разумеется, возможно, и недолив, но это, наверное, реже. Обычно все любят очень сильно поливать. Да, еще если у вашей камелии очень сильно начинают портиться листья, коричневеют кончики вот так вот по бокам, и вы уверены, что солнце на нее не попадает, что перелива не было, и есть еще такая возможность, что у нее отравление химическое от избытка удобрения, переизбытка удобрения. В таком случае, если вы подозреваете, что это произошло из-за переизбытка удобрения, постарайтесь хорошо-хорошо промыть почву, то есть проливать, 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 чтобы вода протекала. Будет возможность спасти растения. Я читала, что пересадку камелии лучше всего производить, когда они цветут. В это время они в состоянии такого сна вроде бы находятся. Ну, не знаю, я пересаживала цветущие и нецветущие. Эта камелия у меня голландская, поэтому, как я уже говорила, летом она одну веточку потеряла, тяжело перенесла. Когда на нашей камелии цветы, легко понять, если ей требуется вода, подникают немного цветы. И тогда можно полить наше растение. В общем, нужна мера. Почва, я уже рассказывала, нужна для кислых, для растений, простите, любителей кислых почв. Легкая, воздушная. Я, например, собираю почву из-под ели, сосен. Такой легкий опад, перепревший. Можно торф. Главное, чтобы почва была легко просыхаемая и не тяжелая. Вот видите, уже солнце попадает, все. Вот такие вот солнечные ожоги уже мне показывают, что мою камелию нужно переносить в притяненное место. Вроде бы свет удобрения я сказала, полив сказала, температура я сказала. Она прекрасно переносит жару и холод. Не переносит прямых солнечных лучей. Ну, если я что-то пропустила, пишите. Спасибо.